В поселке Лесной ручей, среди зеленых лугов и густых лесов, жила семья Виктора. Они были простыми людьми, честно трудившимися на земле, выращивая различные культуры и заботясь о своих животных. Виктор был мужественным мужчиной, всегда готовым помочь другим, и его семья следовала его примеру. Одним теплым летним днем Виктор решил скосить сено на поле. Проходя мимо кустов, он вдруг заметил раненого волка, который, несмотря на свои раны, медленно приближался к нему. Виктор понял, что волку нужна помощь, и, не раздумывая, подошел к нему. Оказалось, что волк был ранен браконьерами, стрелявшими из ружья. Виктор решил не оставлять животное на произвол судьбы и, осторожно подняв его, отвез к ветеринару. Добрый врач извлек дробь из раны, и волк начал поправляться. По мере выздоровления, волк стал более доверчивым к Виктору. И однажды, когда были подготовлены все необходимые медикаменты, он отпустил волка обратно в лес. Животное благодарно посмотрело на Виктора, понимая, что тот спас ему жизнь. Между тем, Анастасия, жена Виктора, их дети отправились в лес за грибами. На пути к ним из-за кустов выскочили несколько агрессивных кабанов, готовых напасть на беспомощных людей. Анастасия испуганно схватила детей за руки, не зная, как им справиться с опасностью. Внезапно из леса выскочила стая волков, возглавляемых тем самым волком, которого спас Виктор. Волки не стали долго думать, и, напав на кабанов, отогнали их от Анастасии и детей. Стая волков охраняла их, пока опасность не миновала. Анастасия и дети благодарили волков за их отвагу и преданность. Волк, который был спасен Виктором, стоял особняком, гордо взглянув на семью. В этот момент все они поняли, что в этом мире добро и верность не остались забытыми качествами, и что именно взаимопомощь и сострадание делают нас настоящими семьями, даже если эти семьи не всегда состоят из одного вида. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.